Привет, зрители! Сейчас тебя ждет мой уход на февраль 2021 года. У меня тут сливки Green Mama, формула Тайги, сливки косметические для снятия макияжа, череда и корень одуванчика. Вот, они у меня переходят на февраль. Хорошие сливки, вообще, один из моих любимых продуктов, один из, в Green Mama давно их использую. Периодически покупаю, очень хорошие, могу посоветовать. Но насчет суперстойкого макияжа, я не уверена, смывает ли оно за один раз. Оно как бы на обзор приезжало, было две штуки, одну вродня забрала, другая у меня осталась. Ну, в смысле, одну вродня отдала. И пока я тут болела, она у меня практически вся уюзалась. Я даже думаю заказать себе или на Озон, или на Вайтберрис. Короче, это уходовое средство, супер универсальное. Вот благодаря ему у меня кожа у носа не шелушится. Знаете, когда у вас насморк, то обычно вот здесь вот такая хрень всякая шелушащаяся. Я его как крем для рук использовала, как крем для лица. Я считаю, что это помимо лечебного средства, еще и уходовое средство. Вот оно у меня с января переходит на февраль. Я думаю, что оно будет потом в пустых баночках февраля. И я уже себе приобрету что-то вот, ну, или такой же флакончик. Я за 500 с чем-то видела на Озоне уже вот 128 миллилитров. Очень экономичное, очень хорошее. Отдельно рекламить не буду. Отдельно есть ролик в плейлисте «Моиндец». Интересно, гляньте. Так. Крем, который я периодически пользовала, но пока болела, не пользовала совсем. «Грин Мама», ночной крем для лица, чистая кожа, пионы чага, 100 миллилитров. Очень хороший. Ну, тут где-то вот, ну, может, половина. Не уверена, что он, конечно, будет в пустых баночках февраля, но, может быть, ему повезет, и он будет в пустых баночках марта, потому что у меня в пальце еще лежит крем дневной и ночной, два в одном. А тыфраши, я когда-то заказывала и выбирала его специально в подарок. И он, оказывается, до сентября 2022 года, я вот тут глянула, там целых 50 миллилитров. Конечно, тут вот 100 миллилитров, и это вообще мне раньше такого флакончика хватало на год. Я каждый день его юзала, не всегда вечером, иногда утром, но вот тут я что-то стабильно забываю про него, он все еще есть. Тоже «Грин Мама» детский крем с чередой, 170 миллилитров. Очень хороший крем, большой флакон. Я знаю, что есть там у «Грин Мамы» 50 миллилитров, а вот этот у меня 170. Ну, выгоднее покупать, конечно, большой флакончик. Очень классный кремушек. Если вот вы хаваете что-то такое, а там в этой хавке, ну, покупная еда какая-нибудь, там какое-нибудь е непонятное, мне в какой-то колбасе как-то попалось е в ядваре. Я, правда, в итоге супрастином спасалась, к родственникам шастала. Как раз в день, когда мы обнаружили, что у меня в коридоре случайно оказалось пятно потечное. Ну, знаете, когда вас со второго этажа случайно топят, там ведро воды случайно разлили. И нет бы сказать, знаете, да, мы разлили случайно воду, извините, мы постараемся быть более аккуратны и больше вас не затопим. Но приходят и начинают орать. Короче говоря, как бы сказала моя верующая подруга, Господь с ними. Но я не с ними, к сожалению или к счастью. Как раз у меня в тот день случилась дикая аллергия на какое-то е. И я сначала спасалась этим кремом, но потом меня как-то даже раздуло. В итоге я спаслась уже супрастином. Но вот он реально помогает. Тут очереда очень хороший крем. Единственное, меня тут прикололо, знаете, а нет, тут вроде нормальный состав. Я в одном месте просто очень интересное масло увидела. Ещё так поофидевала, думаю, ну-ну, Гринмама натуральная косметика на растительных компонентах. Но тут хороший состав. Тут вода, кунжутное масло, миндальное масло, глицерин растительный, какая-то фигня растительная, череды, воск, масло жажавали, облепиха, календула, экстракт череды, правда он почему-то в самом конце практически, алантаин, пантенол, бисоболол и ещё какая-то хренотень. Вот. Ну, про состав можете глянуть на сайте Гринмамы. Я с ней знакома, вау, в этом году уже 10 лет. Ещё одна Гринмама, крем для сухой кожи рук, календула и масла смородины. Я что-то им практически не пользовалась, за счёт чего. Я вообще забыла как-то про крем для рук. Я пару раз помазалась, наверное, кайлашем, и мне всё стало ништякой. Я думала, кайлашем помазалась, можно руки уже больше не мазать. И умываюсь, и у меня так минуты за три от контакта с водой руки такие. Вот знаете, сморщенная кожа на пальчиках рук. Вот так, если вы в ванной-то минут 40 провалялись в воде. Вот бывает такое, да, там сильно попарились. Посуду помыла в перчатках, такая же фигня, хотя вроде с водой не контактировала. У меня так параноид стала. Три недели такая фишка. Загуглила в Яндекс с телефона, и оказалось, что это просто кожа настолько суперсухая, что она уже как бы мне показывает, ну помажь меня хоть чем-то. У меня обычно как-то вот здесь вот шелушился. А тут просто, ну как бы шёл такая кожа, но не настолько. Я стала налегать на кайлаш, на этот крем. Ещё там какой-то у меня был в пустых баночках, но там всё ещё совсем чуть-чуть выдавливается. Ещё крем, который я на Алиэкспресс заказала, он пришёл без крышечки, он уже был в пустых баночках. Возможно, даже завтра запишу их, эти пустые баночки, или послезавтра у нас ещё получается двое суток, ещё до конца января, сегодня 29-е. Где-то так без 20-11 вечера сейчас, 29-го января. Ну и, соответственно, я отдельный обзор не смогла как ему, тому крему сделать, но он хороший жирный крем, правда без крышечки, но зафольгирован был, 30 мл. Ибо болело, ну вот как бы он меня спасал. А этот вот из-за того, что я забивала на него, он у меня на февраль переходит, потому что у него ещё что-то осталось. Возможно, будет в пустых баночках февраля. Ещё одна Гринмама, зритель, не поверишь, у меня этой Гринмамы, наверное, это уже последняя Гринмама, нет, ещё одна Гринмама будет. Крем для ног, 24 часа уход, Гринмама. Мочевина, медальное масло, африканское, говорит, фуд, крем, дерматологи, чего-то там. Вот, тут 200 мл, он стоил 400 с чем-то. Сейчас там вроде какие-то скидки идут, мне тут на мыло пришло. Мы решили с 1 февраля увеличить цены. Я думаю, блин, удивили ежа голой попой, или напугали ежа голой попой, потому что они как бы каждый год увеличивали эти цены. Одно время они каждый год в январе писали, что 10 января у них там увеличиваются цены, когда я ещё с ними очень часто контактировал с 2011 года, так начиная. А потом они уже тупо увеличивали цены, даже не предупреждая. И у них как бы на большинство классических средств формула немножко изменилась, там состав какой-то, ну не такой. Знаете, вот мне очень нравился фишнёвый шампунь с вишенкой, вот этот Гринмамовский формулатаги, вот внезапно как-то не сошлись мои волосы с ним. Он по консистенции стал несколько, но какое-то что-то вот не то. У них, конечно, здесь новинки, вот хороший крем, буквально три пшикалки, крышечки уже нет, вот ещё в декабре куда-то ускакало благодаря коту, но он как бы не высох. Не высох же. И как бы быстро, хорошо впитывается. Не то, чтобы он там супер увлажняет, если за пятками не ухаживаете, то ни холодно, ни жарко. Но такой, в принципе, неплохой крем. Экономичный. Но вот у них много чего такого. Пошло вроде и новое, вроде и интересное, всё такое, но вот то, что у них действительно ходовое было, они это сняли с производства, по какой причине неизвестно. Завысили цены раза в три. Я подозреваю, теперь будет вот потому, что шампунь 284 рубля от от вишенка стоит. Раньше он стоил 141 рубль. 400 миллилитров. И как бы, ну, что-то как-то не то. Я вот с ней уже как бы расстаюсь с этой гринмамой по собственному желанию. Ну, вот у меня всё вот это закончится гринмамовское. Если к тому времени, когда оно закончится, никто вдруг внезапно ничего не подарит, то, значит, ничего и не будет. Потому что как-то, ну, не тянет меня больше. Вот у них очень хорошие средства были, но как-то они их снимали. Вот это вот счастье под конец я поняла, что оно меня не впечатляет. Гринмама. Два в одном крема к с волиам для лица. И маска, и скрабик. С аллантаином, окопником расторопшей, микронизированная кукурузная пудра, ноль минерального масла, силиконов и растителей. Вот, оно немножко такой грязненький тюбичек, тут 100 миллилитров. Я думала, у меня закончится. Не поверят зрители, я его использовала уже как скраб для ног. Там какие-то силиконовые шарики, которые тебя скрабируют. Блин, я думаю, вот за такие деньги, что они вот это всё втюхивают. Ну, могли бы, вот, ну, ладно, не пудру, но косточки виноградные в ступке потереть и добавить туда. Вот я как-то в ступке косточки виноградные специально их высушила, а потом потёрла. У меня где-то лежат косточки виноградные, добавлю в какую-нибудь хрень. Вот у меня скрабирующая штука. В общем, он у меня на февраль переходит. Я надеюсь, что я его в феврале доделаю. Несколько раз я им лицо умывала, пару раз ноги помыла. Может быть, ноги домой им. Зубная паста с Индии. Патанджали. Патанджали, хрен знает. Короче, детская зубная паста с Индии. С того обзора тоже опять плейлист. Моиндзя первый ролик, когда мне там присылали на обзор. Ну, как бы можно было что-то выбрать. И я вот, помимо прочего, её выбрала себе на обзор. Там если... Тише, что ты творишь? Если захотите, то можете сделать заказ, допустим, на Маинди. Там минимальный заказ вроде сейчас 1000 рублей. Бесплатная заставка. И 6% будет вам скидка, если используете промокод мой. I will forever. Он такой многоразовый, бесконечный. Короче, вот так. Ну, и ссылка в инфобоксе есть там с этим промокодом. И на сайте, если чё. Очень хорошая зубная паста. На 3 месяца мне практически хватает. Я думаю, что на феврале она... В феврале закончится, и будет в пустых баночках. Очень экономичная, хорошая. Если у вас молочные зубы преобладают, так же, как у меня, или вы просто дитё, то в соли-то вообще приятная на вкус. Хорошо пенится. У меня тут с Алиэкспресса пришёл. Я не помню, его обозревала или нет. Наверное, обозревала, да. Вот его участь такая же постигает, как предыдущая такая и фрашевская. Там ещё какая-то гигиеничка была, как от самой солнышка. И вот она, хорошая такая гигиеничка. Гигиенический бальзамчик. Короче говоря, вот оно. Я его в Инстаграм вроде выкладывала. Вот тут скальп снимается. Я долго соображала, как бы это выкрутить. Потом оказалось, что снимается не только скальп, а ещё и кимоножка. И вообще, наверное, ой, я лицо закрыла волосами человеку. Снимается оно вот так. Я чуть не помню, почём оно мне обошлось. Шло оно месяца три. Хорошая гигиеничка. У меня, конечно, ещё остался бочоночек, который до какого-то числа февраля рефлейм. И он ещё не закончился. Но я думаю, если им, допустим, не губы мазать, а вот пятки, руки, ногти, то ничего с ним со мной не будет. Это с ним тоже, если он там вдруг вот так. Но у меня его уходит не заявлено, так как он у меня вообще где-то там. Я его постепенно как-то буду доделывать. У меня тут хна цветная, которая недавно... Я думала, что у меня нет хны. Купила пару пакетиков, залезла что-то искать и вдруг обнаружила, что у меня есть хна. В общем, у меня тут есть хна неполноценная, может быть, полноценная, уж точно не помню. По-моему, полноценная. Тут 125 грамм. Я думаю, не то чтобы окрашиваться, но её немножко, вот если её не сильно держать или совсем почти не держать, то можно её просто как лечебный эффект использовать для волос. Вот она у меня на февраль идёт. У неё вообще срок как бы до декабря этого года. Но я что-то думаю, что может её сейчас и делать в феврале. Я никогда особо не обозревала, а тут что-то подумала. Люди же дезиками пользуются. Чего я тут стесняюсь? В общем, такой большой кусок воскового дезика. Тут воск, значит, кокосовое масло и эфирное масло. Имени меня. Я его использую как дезик. Наверное, там в плейлисте «Химик Лёля» есть что-нибудь про такое счастье. Гляньте. Можете даже себе соорудить. Я когда-то перешла на эти дезики. После того, как у меня аллергия случилась на дезодорант Фа, я полгода пользовала детской присыпкой, тальком. Потом я пользовалась, мне нравились дезики Эйван и Фраше. Ну, что-то у меня и на Эйван случилась какая-то, потом снова аллергия. И на Рексона мне ещё так нравилась. На неё тоже случилось. И я перешла как-то на масляные дезики, вот на восковые. И как-то потом в итоге совсем перешла на восковые. Хотя мне, в принципе, нормально было от и фрашевских дезиков. По-моему, они тогда просто стали делаться в России, эти фрашевские дезики. А те, которые французские, нам в Россию как-то не поставлялись. И я с огорчения перешла вот на эти дезики. Как-то не жалею. Пятин оно не оставляет на одежде. Это мыло детское с экстрактом череды. По-моему, оно весило 200 грамм. На основе натуральных масел. от Лёлечки. От подписчицы моей. Оно вечное. Его на 4 месяца хватило. Оно у меня... Я как бы показывала бумажку, потому что у меня там мыльнички. Мне лень не тащить эту мыльничку с мылом. Короче говоря, вообще мыльничка на ванной присобачена. Так что лень тащить это мыло из этой мыльнички. Я думаю, что оно в феврале закончится. Там где-то вот 1 четвёртая куска осталась. Но это 1 четвёртая куска. Тоже такая приличный кусок. Такой хороший. Так что вот оно у меня на февраль переходит. Так как у меня закончился год в пустых баночках алоэ-гель от Секрет Ботаник русской фирмы, я там ваяла себе какой-то алоэ-гель на агар-агаре. Он у меня получился суперкрутой. В смысле плотный. Я ещё делала себе тоники. И тоники у меня хранятся в холодильнике. Потому что как бы вот неделю он простоит в комнате и начинает коньки отдавать. Точнее откидывать. У меня... Вот он был снова потом в холодильнике стоять. Периодически доставаться. Лосьончик такой. Алоэ-ка. Переходит. Не то чтобы переходит. Но я им немножко пользовала. Так между делом. Он у меня будет в феврале. Я им буду использовать. Тут почти 200 мл. Во флакончике от Эйвановского и Нэтшелс Гелиака. В общем вот. У меня тут алоэ-тоник. На ласку и фейс протёрли. Примерно тот же эффект. Так как от алоэ-геля. Вечный лосьон. Когда-нибудь он надеюсь закончится. Эйван Кэ. Тонус с ароматом банана. Лосьон дотила. Для всех типов кожи. 400 мл. Очень мне нравятся лосьоны от Эйван Кэ. Вот этой серии. Это подарок от подписчицы Люли. Тут возможно уже где-то. Ну вот столько осталось. Я не мажусь каждый день. Вот после душа именно им. Вот если у меня кожа стянутая. Я её мажу. Если она стянутая. Или мне такое ощущение. Хочется желание помазаться лосьончиком. То я соответственно полноценно тушку мажу. А так по большей части именно те части тела. Которые стянуты. Чаще спина. И вот руки. Или иногда первая. Ну до колена. Ноги как-то так. Или полноценно ноги. Хороший. Приятный банановый аромат. Но что-то он какой-то бесконечный. В общем он у меня тоже на февраль переходит. У меня тут будет два гелика на февраль. Почему два? Потому что вот этот мне что-то не прониклось его ароматом. Я его пару раз выливала во флакончик из-под жидкого мыла. И оно у меня было как жидкое мыло. Но тут я что-то им как-то помылась. И дала ему шанс. И подумала что бы его не даюзать в феврале. В общем он у меня переходит на февраль. Потом будет в пустых баночках. Это подарок от пищи целлюли. Иван Сенсен. Спа. Магия Индии. Кардамон. Сандаловое дерево. Увлажняющий крем-гель для душа с экстрактом. Мёда и соевым молоком. В общем вот такой большой флакон был. 500 миллилитров изначально. Но он у меня как-то... Как-то мы с ним друг друга не поняли. И может быть по теплоте он как-то... Ну допустим он на более супер холодное время года. И ещё что-то. Вот этот у меня ещё не закончился. Но я думаю что на февраль вряд ли его полноценно хватит. Поэтому я вот взяла этот остатки. Это тоже подарок от подписчицы Лёли. Это Эйвен Кэо. Увлажняющий с маслом авокадо. Гель для душа. 400 миллилитров изначально. Пахнет миндальным орехом. Честно для меня вот раскрывается. Как вот в Ифраше раньше были. Такие масла для душа. Там был у них миндаль. Миндаль по-моему или что-то такое. Авокадо я там особо не чувствую. Ну вот я его использовала один раз как пену для ванн. Очень хорошую пену даёт. А на губке он ну не особо так пенится. Хотя вполне себе можно им помыться. Кожа не стягивает. Хороший гелик. Спасибо, Лёля. И он на февраль переходит. И пена для ванн у меня тоже на февраль переходит. Я её даже пользовала тут как-то. Как пена для ванн. Роскошные цветы Эйвен. Пена для ванн. Вот в таких флакончиках от Эйвен очень хорошая пена. Мне вот нравится. Если вы вдруг любите пены для ванн. Лежать в ванне с пеной. Но ещё не пробовали пены от Эйвен. Вот такие. В таких флакончиках пены очень хорошие. Я вам советую. Так. И чем же я буду мыть волосы? Вот. Вот эти вот. Я кучу экспериментов проводила. Кучу рецептов посмотрела в интернете. Единственный такой вот, к которому я приблизилась. Правда сегодня они у меня ну как бы не настолько пышные. Когда просто отвар делаете и взбиваете его миксером. Чисто отвар без никто. Ну. Средне так волосы помоются. Они как бы чистые будут. Но к вечеру уже будут не очень. А с утра так вообще будто вы мыли каким-нибудь шампунем. Той же гринмамой. Там и фрашили. Ещё непонятно чем. А если у вас там. Именно поэтому я вот это счастье и хочу заюзывать вместе. Если там какой-нибудь порошок. Вот сегодня я мыла волосы с шикакаем. Там отвар порошка шикакай был. И вот этих мыльных орехов. Кто это у нас вообще? Где вы тут? Эс-муракоси. В принципе шикакай тоже мыльные орехи. Только другой сорт. И они более такой вот как бы забыла слово. Бальзам. А второе как? Ну в общем более кондиционер. Более кондиционирующий у них эффект. И если вот с этим смешивать. С мыльными орехами. Вот с этим эс-муракоси. Мукароси. Я их почему-то наоборот называю. Мне хочется назвать их муракоси. Но они мукароси. Я с мукароси. То оно как бы. Кстати мукароси почему-то считается. Что это мыльные орехи. Которые можно только мыть пол. Посуду или еще что-то. Посуду они конечно моют. Но если там есть желтый налет. Они его хрен отмоют. Я варила в кастрюльке эмалированной. У меня после того как я их сварила. В этой эмалированной кастрюльке. Остался желтый налет от них. А этот желтый налет они не отмыли. Вот придется там сода оттирать еще чем-то. И в общем как бы. Если варите вот с порошком каким-то. Да я тут покажу вам эти орехи. Вдруг кто не видел. Кто там в зорге у меня. Эти орехи были. Вот они. Это скорлупки. От мыльного дерева. Индийского. Вообще их несколько. По-моему 15 сортов этого мыльного дерева. Но не только в Индии растет. Еще где-то там. А тут сапонина 38%. Если верить легенде. Ну и в общем кто-то моет голову этими орехами. А кто-то только убирается. А кто-то моет голову другими орехами. Вот у меня еще одни орехи есть. Как тут. Трифолиатус. Вот эти они помелче. И они как бы менее мылкие. И они типа хороши для волос и тела. Никакие-то вообще никакие. Я ими не прониклась. Мне больше понравились те крупные. Но они подешевле как-то. И в общем если порошок какой-то туда добавлять. Можно специи какие-нибудь молоты добавлять. Можно вот ту же хну туда добавлять. То вообще идеально будет. В чем говорю. Если просто отвар взбиваете. Миксером там. Венчиком для взбивания. Капучинатором. Я венчиком забивала первый раз. То как бы промоется. Но не так хорошо. А если там какой-то еще порошок. Вот чуть-чуть густоты добавляет. И взбить это точно так же в эту пену. То промоется уже хорошо. Единственное там как бы это не совсем тот момент. Что вот вы шампунем волосы моете. Это непривычно. Там не будет такой пузыршитой пены. Не будет такого мыльного эффекта. Что ощущение на руках вот именно мыла. Несколько непривычный способ. Но волосы как бы лучше становятся. И пышнее. Вот сейчас в принципе уже вечер. Первый раз когда мыло с шикакаем. Вот с первого отвара. То они вообще. Там в инстаграм короче гляньте. Такой вот и ракет на голове. Ну в смысле шухер такой на черепушке. Я как раз там такая вся закутанная. Потому что еще была простуженная сильнее чем. Сейчас я просто иногда сморкаюсь. Ну и я решила что продолжить свой эксперимент. И в феврале вот как бы пользоваться этими орешками. Плюс еще у меня там осталась мыльная основа. И березовый деготь. Иногда буду делать себе шампунчик на основе березового деготь. Там каких-нибудь отваров. В общем вот такой у меня уход на февраль. Всем спасибо кто оселил до конца. Если вы поделитесь со мной мнением по поводу мыльных орехов. Если вы их использовали или чем-то еще. То буду рада почитать в комментариях. Если будут какие-то вопросы соответственно задавайте. Не стесняйтесь под видео или где-то еще. Я постараюсь ответить на ваши комментарии опять же. И всем пока. Эй зритель поставь лайк пожалуйста.